Они в шутку называют себя войска дяди Васи в честь легендарного командующего Василия Маргелова, ведь именно он впервые смог рассмотреть в десантных подразделениях войска стратегического назначения. Мобильные маневренные группы, способные выполнять любые задачи, в том числе и в тылу противника. Василий Филиппович возглавил ВДВ в 1954 году и сделал их одними из важнейших в структуре вооруженных сил. При Василии Филиппович появилась и авиация, артиллерия, бронетехника. То есть это как бы стал не просто род войск, а именно вот как отдельное подразделение со всем своим имуществом. Памятник Василию Маргелову в Самарском парке Победы торжественно открыли губернатор Дмитрий Азаров и председатель комитета по обороне Государственной думы Герой России Владимир Шаманов. В Самаре отношение к воздушно-десантным войскам особое, военном Куришеве, в 1941 году было открыто первое в стране парашютно-десантное училище, все выпускники которого были направлены в действующие войска. Я очень рад, что сегодня здесь открывается памятник Василию Филипповичу, но думаю, что первое слово по справедливости нужно предоставить депутату Государственной думы, председателю комитета по обороне, человеку, который с 2009 по 2016 год был командующим воздушно-десантными войсками, Герою России Владимиру Анатольевичу Шаманову. За особый вклад Куйбышева, где было сформировано в 1941 году, единственное на то время первое воздушно-десантное училище, которое передвигалось за войсками, и первые выпускники училища пополнили офицерский корпус десяти корпусов воздушно-десантных стратегического резерва. Сегодня во всем мире воздушно-десантные войска – это элита вооруженных сил, оказаться в составе крылатой пехоты – мечта многих школьников. В этом году ВДВ страны исполняется 90 лет. Самарская область – одна из центральных в праздновании. В канун Дня ВДВ в Тольятти откроется школа имени Маргелова и памятник великому генералу. Олег Зверев, Василий Колдашов. События.